Смотрите в выпуске. Власти рассказали, когда воздух в Башкирии станет чище. Сделают ли улицу Мустая Карима в Уфе пешеходной? Рассказываем, что об этом известно. В 2022 году Башнефть открыла 27 новых залежей нефти. В Уфе открылся большой крытый манеж для занятий футболом. Пока здесь еще шустро проносятся машины, но вскоре они могут уступить свое место пешеходам. Улицу Мустая Карима могут закрыть для транспорта и отдать ее под неспешные прогулки горожан. Правда, пока неизвестно, в каком формате. Ранним утром 7 марта в соцсетях у финской мэрии появился опрос. Голосующим предлагается высказать свое мнение, когда и как стоит перекрывать Мустая Карима на участке около Артквадрата. Среди вариантов сделать пешеходной навсегда, на время фестивалей или выходных. А также горожане могут проголосовать и против такой инициативы. Разговоры о появлении пешеходной улицы в Уфе идут много лет. Соседи, Казань и Екатеринбург, с этим успешно справились. Для столицы Башкирии предлагали разные варианты. Улицу Ленина, Октябрьской революции или проложить новую пешеходку с нуля. Вот так практически 10 лет назад комментировали подобные идеи в мэрии. Опыт перекрытия улицы Ленина в праздничные дни и выходные оказался самым приемлемым. Для повседневного пользования горожанам такая большая пешеходная улица не нужна. А тем более, что вы представьте, если мы перекрываем, да, перекрываем центре улицы Социалистическая, ну то есть Мустая Карима, то мы же на самом деле перекрываем не только продольное движение, мы перекрываем поперечное, то есть из Чернышевского и Достоевского люди автомобили уже не смогут пересекать эту улицу. То есть для центра города это будет транспорт на Калабске. В последнее время снова все больше говорят об улице Мустая Карима. Это и подкреплено практическим опытом. Улицу уже перекрывали для проведения фестивалей, например, два года назад. Гипотеза какая, что если мы перекроем вот этот популярный с точки зрения горожан, бизнес, сервисов и услуг, то есть такой самый центр города, проверим его в виде не существующего парковки и проезда, а в виде пешеходной улицы, насколько это возымеет эффект, насколько жители почувствуют эту территорию. Такой эксперимент наш собеседник назвал примером тактического урбанизма. Он показал, что вначале пешеходы боялись идти по перекрытой проезжей части. Горожане стали выходить на дорогу после того, как там начались представления и взаимодействия с людьми. В завершение фестиваля стало понятно, что этот участок улицы Мустая Карима практически идеально подходит на роль пешеходного. Во-первых, как бы это самый такой исторический центр города, самый центр-центр. Здесь в округе окружающая историческая застройка, то есть есть вот этот дух старой Уфы, за зданиями следят, то есть их как бы реконструируют, какие-то вот как мадресе вообще восстанавливают. Помимо этого здесь то, что это самый центр, огромное количество услуг, сервисов, общепита, бизнеса. Вся вот эта улица, практически первый этаж, это все в бизнесе. Если как бы ее сделать еще и пешеходной, то есть убрать отсюда парковку, убрать отсюда проезд, это еще даст дополнительный импульс, такой синергетический эффект. При этом создание пешеходной улицы предполагает участие в процессе не только автомобилистов и пешеходов, но и бизнеса. Ему нужны свои пути подъезда, как для товаров, так и для посетителей. Егор Попов считает, что бизнесу дороже внимания людей, а не парковочное место. Экономический и социальный эффект будет гораздо больше от именно общественного пространства, безопасного, комфортного, чем от бесплатной парковки и проезда. Потому что здесь все-таки далеко не каждый автомобиль, который здесь стоит, он приехал к бизнесу. Это бесплатная парковка в центре города, очень лакомый кусочек для водителей как бы. Некоторые урбанисты выступают за появление пешеходной улицы в каждом городе. У нашего собеседника свое мнение по этому вопросу. А также есть ответ тем, кто опасается пробок и транспортного коллапса. Наверное, не каждому городу, да. Но конкретно нашему городу, мне кажется, главную роль пешеходной улицы – это как раз вот этот участок Мустая-Карим. Потому что ситуация сама так сложилась. Конкретно если этот участок рассматривать, он в транспортной системе особую роль не играет. Это тупиковый проезд, который упирается вот как раз, где мы стоим, в гостиный двор. Не такая нагруженная улица, потому что здесь есть полквартала, полквартала туда Карла Маркса и Ленина, которые огромный как бы трафик на себя берут. А от того, что здесь перекроется, особо вообще роли никакой не будет, не сыграет этот транспортный. Если бы не было этой улицы и арт-квадрата, то одним из вариантов стал бы Сипайловский Арбат, считает Егор Попов. По плану он должен был соединить Кашкадан с набережной Уфы. Но тем планам сбыться не удалось. А что будет со свежей инициативой? Как нам пояснили в пресс-службе Уфимской мэрии, опрос продлится три недели. А предусмотрены ли какие-либо процедуры после подведения результатов, остается неизвестным. Андрей Шарыгин, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Два с лишним года назад в Уфе началось строительство большого крытого футбольного манежа. Стройка в нескольких десятках метров от стадиона «Нефтяник» завершилась в этом году. Тренировки в новом комплексе уже начались, а наша съемочная группа приехала в манеж через несколько дней после открытия, чтобы посмотреть, как он устроен. На месте мы встретились с Сергеем Тамаровым, старшим тренером школы футбольного клуба Уфа, которому манеж передан в управление. При этом заниматься там могут не только воспитанники клуба, но и юные футболисты секции со всей республики. Чтобы провести там занятия, тренеру достаточно подать заявку в новый центр. Мы же говорим о том, что мы хотим повысить качество подготовки наших футболистов. Можно заниматься было и в спортзале 3х3, еще где-то там, что в принципе и происходило. Но так как мы хотим идти в ногу со временем, нам необходимы такие вещи. Вместе мы прошлись по нескольким главным помещениям нового комплекса, которых, кстати, тут не так уж и много. Но каждая комната, рассказал тренер, важна для комфорта спортсменов и качества тренировок. Для полноценного тренировочного процесса, ну, раздевалка, она крайне необходима. Дети приходят у нас с улицы, заходят. И хотелось бы, чтобы был не только манеж, но и условия, когда можно будет спокойно переодеться, подготовиться к тренировке, после тренировки. Есть здесь у нас тренерская. Здесь у нас будет рабочие места, скажем так, вот несколько столов, шкафы, где будет у нас планы учебно-тренировочной работы. Вот даже телевизор здесь есть, который подключим. Где-то будут тренеры смотреть какие-то моменты игровые. Ну, в каждом возрасте у нас по два тренера. Так у нас больше 25 в школе тренеров. Большую часть комплекса занимает именно футбольное поле, на котором тренировки длятся до 9 вечера. Одновременно заниматься тут могут от 25 до 100 спортсменов, в зависимости от возраста. Это такой тот инструмент, который нам позволит просто увеличить объем тренировочных занятий. Особенно в зимнее время года. Пять лет назад я был в Академии Краснодара. Элитная считается наша академия, где у них есть интернат, где дети занимаются. И вот мы возьмем, условно, 15-летних в Краснодаре. Они занимаются 13,5 часов в неделю. Проанализировали. Мы где-то занимаемся 6-7 часов. Сейчас, я думаю, что этот показатель у нас уменьшится. То есть мы будем там, может, проигрывать, но не настолько. Почему? Потому что мы сможем полноценно здесь заниматься. Отдавай, Кирилл, отдавай. Пошли, Пошли. Выходите с той кучки, выходите. А ну сейчас мы больше, скажем так, тестируем этот объект. Мы сами еще до конца не понимаем, что у нас здесь есть, что нужно улучшить, что нужно подкорректировать. Почему? Потому что непонятно, как поведут себя там, ну, по весне, допустим. Это же вот та же крыша, та же вентиляция. Когда начнется утепли, как поведет себя поле. Пока в тестовом режиме, мы вот каждый день смотрим, наблюдаем, стараемся где-то улучшить какие-то вещи. Упор в центре детско-юношеского футбола решили сделать именно на занятиях. Поэтому от зрительских трибун пришлось отказаться. У нас здесь получалось так, что довольно-таки узкое пространство по ширине. И если бы мы еще здесь запланировали какие-то трибуны, поле бы еще сузилось. Поэтому было принято такое решение, на мой взгляд, правильное, что лучше мы сделаем поле пошире для детей, чтобы могли полноценно тренироваться. Основной акцент был сделан на том, что именно на размере игрового поля. В конце нашей прогулки по центру Сергей отметил, что крытых площадок, на которых могли бы заниматься молодые спортсмены, не хватает по всей России. Ну, в моем понимании, что такой объект нужен в каждом крупном городе. По одному, условно, в городе Стретамаки, может быть, и два. А в Уфе это каждый район. Я надеюсь, что когда-то эти времена придут. Но вот с крытыми полями большая проблема. Но это не только у нас, это во всей России такая ситуация. Особенно, как скажем, за Уралом, где у нас зима очень продолжительная. Там нужно работать именно в этом направлении. Егор Полторыхин, Роман Нугуманов, Сергей Ямаев и Руслан Габидулин. Телеканал ЮТВ. Открываю окно, и не то, что даже першение, а глаза начинают слезиться. Вечером вообще дышать нечем. Просто такой вот запах, специфический, химический запах. Дышать не бывает нечем. Это ужас. Утром, под утром, можно сказать, часов 5-6 просыпаемся от того, что стоит запах. Дышать невозможно. Примите уже меры. Именно такие комментарии писали жители 9 марта под онлайн-брифингом на тему загрязнения воздуха в Стрель-Тамаке и Салавате. В прямом эфире представители Минэкологии и промышленности рассказали, как обстоит ситуация с экологией в республике. Города Стрель-Тамак и Салават являются крупными промышленными центрами Юга Республики Башкортостан. Ежегодно жалобы жителей на загрязнение атмосферного воздуха поступают в адрес Министерства природопользования и экологии. Могу сказать, что проблемы загрязнения атмосферного воздуха существуют в данных городах давно. Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан осуществляет мониторинг атмосферного воздуха с помощью автоматизированных станций контроля, передвижных лабораторий, контрольно-надзорные мероприятия. Замеры воздуха проводятся стационарными пунктами, передвижными станциями и самими заводами. Воздух анализируют на 25 показателей. Но, по данным властей, далеко не всегда данные оказываются завышенными. Например, лаборатории завода за весь период работы еще ни разу не столкнулись с превышением нормы, сообщил Роман Болотов. За последние несколько лет управлением было выявлено свыше 174 нарушений в работе этих предприятий. Еще в 2018 году было постановлением правительства Российской Федерации определены основные загрязнители Республики Башкортостан. Это основные загрязнители, как уже Нияс Масурев сказала, это находятся в городе Селитамак, Салават и, конечно же, город Уфа. Минэкология Республики уже не раз подавала заявку на участие в федеральном проекте «Чистый воздух». В Селитамак и Салават выезжали спецгруппы, брали замеры воздуха, но их индекс загрязнения оказывался недостаточен. По словам спикеров, Роспотребнадзор в курсе проблем в Селитамаке и принимает участие в поисках решений. Мы договорились подписать с предприятиями так называемые четырехсторонние соглашения. То есть мы, федеральный центр, министерство, Росприроднадзор, регион и предприятия подписываем соглашение. Это мы должны сделать до середины апреля. В которых зафиксировать по конкретному каждому предприятию весь набор экологической модернизации. Когда она будет проходить, какой объем инвестиций будет запланирован. Кроме того, Константин Цыганов пообещал, что к лету Башкирию все же включат в проект «Чистый воздух». А пока главные загрязнители БСК в Стрелитамаке и «Газпром» в Салавате уже проводят модернизацию технических процессов. Сейчас реализуются три крупных проекта родоохранного назначения. Это строительство нового производства элементарной серы, технической серы. Реализация данного проекта позволит утилизировать сероводород и снизить сокращение, произвести сокращение выбросов атмосферный воздух. Крупные промышленные предприятия на юге Башкирии являются градообразующими. Поэтому происходит столкновение экономики и экологии. Обострился этот вопрос в 2020 году, когда были отменены проверки производств. Но теперь Министерство экологии направляет усиленное внимание на эти объекты. Министерство природопользования и экологии не ставит цель оснастить все источники датчиками автоматического контроля. Мы все-таки считаем, что задача того соглашения, которое будет подписано, и тех мероприятий, которые разрабатывают предприятия, это снизить реальный объем выбросов за счет модернизации производства, за счет природоохранных мероприятий. Конкретных решений об улучшении воздуха в республике еще не принято. По словам власти, сейчас главное наладить контакт между предприятиями и ведомствами и совместными усилиями решить вопрос. Кроме того, 13 марта Роман Болтов встретится с жителями Стерлитамака и ответит на их вопросы об экологической ситуации. Геологи из Башкирии открыли два новых месторождения нефти. Первое месторождение, названное Покровским, специалисты башнефти, входящей в состав компании «Роснефть», обнаружили на территории Стерлитамакского и Аургазинского районов. Нефтяники пробурили здесь поисковую скважину длиной всего 400 метров в древнем рифовом массиве. Он образовался на месте моря, которое покрывало территорию Башкирии 300 миллионов лет назад. За сутки оттуда удается получить до 14 тонн нефти. Еще одно открытие геологи сделали на месторождении, которое теперь носит имя Мунира Галямова, инженера-нефтяника и ветерана башнефти. На этом месторождении, находящемся в Бешбулякском районе республики, нефть и газ получают с пяти продуктивных пластов, которые находятся на глубине около двух километров. Кроме того, в 2022 году Башнефть открыла 27 новых залежей нефти на уже разрабатываемых месторождениях. Такая работа помогла предприятию в прошлом году нарастить запасы сырья более чем на 20 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте. Напомним, что в 2021 году Башнефть нарастила запасы нефти на 43 миллиона тонн. Все геологические данные, которые специалисты получают во время работы с недрами, анализируются и перерабатываются, чтобы деятельность по восполнению запасов сырья набирала обороты и дальше. Егор Полторыхин, телеканал ЮТВ